1 2 3 работает работает так ну во первых всех ужасно рад видеть прошлом году пропустил в этом году и справляюсь коллеги о чем сегодня хочется рассказать я давно за пимоном слежу участвую в основном конечно тема доклада это транзакционная интеграция и работа с интеграционными шинами мы шарин тот паттерны интеграции но кроме вот этого большого куска интеграционных решений есть интеграционные решения которые связаны с интеграции данной с аналитической интеграции а это различные и теле то что вокруг соответственно я урина спросил насколько такой инструмент будет в теме до конференции на дал свое высшее добро вот поэтому значит я не представляю домен искусственного интеллекта компании t1 наш домен как из названия понятно да он специализируется на работе но на решение аналитических задач с использованием всяких продвинутых технологий как все знаете да если работали тестники и мельщики люди капризные они не очень любят работать над там классическими сформированными витринами им нужно каждому абсолютно уникальный дата с дата сет который должен работать вот только так как вот конкрет под конкретную модель ну это обоснованная история на самом деле вот и это порождает такую проблему что когда мы заходим в область продвинутой это же называется 20 аналитик мы оказываемся в ситуации когда классические dvh-шные подходы они не очень хорошо работают от вот ключевое слово сказано да все зависло от ура вот и соответственно у нас аналитический ландшафт и интеграционный ландшафт хочется переработать в тот вид чтобы у нас мы пришли децентрализованные модели предоставления и потребления данных это архитектурные паттерны решетка данных или ткань данных дата мэш дата фабрик и для того чтобы вот такие вот системы работали под них нельзя просто взять существующую интеграционную инфраструктуру заказчика и натянуть сову на глобус да то есть просто нельзя сказать что вот у вас теперь дата мэш но при этом у вас остается тот же и тель тот же ходе тоже шина для этого нужны специальные инструменты специальные подходы и вот одна из таких платформ у нас появилась в группе компании t1 и сегодня покажу мы ее назвали кордовых а значит и мы ее именно позиционируем как базовую вещь для организации децентрализованной платформы данных то есть это что-то такое что у нас будет использоваться для того чтобы объединить различные домены потребителей данных различных источников данных в рамках одной архитектурной канвы но при этом с различными требованиями к качеству данных к доступности данных и самое главное к запросам данных для того чтобы у нас различные группы потребителей могли формировать собственный запросы данных то есть поэтому платформа состоит из трех основных китов на то есть из В первую очередь, это архитектурный дизайн системы. Мы идем к тому, что то основное, из чего состоит платформа, это не UI, не кнопочки, а это сервисы, которые работают в фоне и которые обеспечивают синхронизацию различных, возможно, существующих компонентов заказчика, но в новом парадигме. Первый – это архитектурный дизайн. И третий – это набор готовых инструментов и сервисов. Я о них сегодня подробно поговорю. Это компоненты, которые разворачиваются контейнером в определенных точках ландшафта заказчика и через централизованные представления, через централизованные управления помогают создавать запросы данных от различных групп пользователей. Ну и самое по центру – это стандарты моделирования и разработки. Вечная проблема, когда мы переходим к распределению ответственности за создание интеграционных решений в том, что у нас вместе с ответственностью начинает дробиться экспертиза. То есть каждая команда начинает делать интеграционные запросы, интеграционные потоки не так, как надо, а как бог на душу положит. Для этого есть много разных вариантов решения этой проблемы. Самое очевидное – это посадить группу, которая будет сидеть и мониторить все, что появляется в шине, и контролировать это организационно. Но тут немножечко ломается логика, что мы вроде как с одной стороны уходим от централизованных команд данных и интеграции, а с другой стороны мы все равно за ними оставляем контроль. Поэтому здесь мы предлагаем использование именно автоматизированных шаблонов развертывания интеграционных потоков, для которых пользователь предоставляет конфигурацию, при этом конфигурацию максимально гибкую. Но сама внутрянка, то есть то, как именно данные перекладываются, оно прошито в наборе вот этих самых стандартов, которые у нас определяются при внедрении. Как работает платформа глобально? Есть два стрима. Верхний стрим – это зелененький, это стрим данных. Нижний стрим – синенький, это стрим метаданных. Значит, мы исходим из той парадигмы, что для того, чтобы обеспечить вот такую интеграцию доменную, мы не можем ее реализовать без адекватного предоставления метаданных, интегрируемых систем и пользовательских областей хранения для всех в едином окне. Поэтому вот этот синий стрим, с него на самом деле все начинается. Здесь вот красным контуром обозначены контуры платформы, да, то есть это то, что входит вот в само решение. И SERM – это сервера. То есть вот, ну, как правило, да, то есть вот такая минимальная, я не буду говорить, да, рекомендуемая установка – это вот на четырех машинках, да, то есть у нас есть машины источников, куда ставятся свои компоненты, машины озера, ну, кластер, как правило, да, то есть это или Hadoop, или S3, или Greenplum, что-то вот мощное аналитическое. Туда ставятся свои компоненты, транспортная подсистема и подсистема управления метаданными. Все начинается снизу вверх. Значит, рядом с системой-источником крутится компонент, который собирает метаданные источника, преобразует их и передает в систему управления метаданными. Это могут быть стандартные коннекторы вашего инструмента управления метаданными, будь то там OMD, или DataHub, или еще что-то, неважно. Но если у вас система сложная, да, то есть там SAP или 1S, да, то для них, понятно, коннекторов нет. Там нужно писать свой вот этот сервис сбора метаданных, да, то есть хотя бы вот там бапишки выгрузить, это уже задача не самая тривиальная. Аналогичным образом метаданные собираются со всех, со всех, со всех, со всех систем, которые у нас входят, и источников, и рабочих областей хранилища. Там пользователь, да, то есть который работает с этой системой, он смотрит на загруженные метаданные, и в нем вот сервис поддержки UI, самый нижний квадратик, пользователь создает в виде термина бизнесовых метаданных, да, то есть то, что называется бизнес-глоссарий, или управление пользовательскими метаданными, там пользователь создает термин, объект метаданных, который называется запрос. Запрос стандартизирован, в нем указываются источники, получатели, правила трансформации. Это, ну, просто вот карточка, карточка в системе, которая попадает на вход в сервис генерации потоков. Вот если сервис поддержки UI это заменяемый компонент, то есть, ну, какой каталог у вас используется, в принципе, к тому мы, скорее всего, присоседиться и сможем. Вот сервис генерации потоков, это уже вот ядровой компонент системы, который как раз использует шаблоны, которые мы сформулировали, да, которые шаблоны интеграционных потоков, правила обработки метаданных, и на основе этого он формирует конфиги, конфиги для транспортной подсистемы, которые отбрасываются наверх и попадают в оркестратор. Я сегодня буду показывать на Apache Airflow, ну, такой золотой стандарт, я не знаю, да, то есть Python, удобно. Вот, но, в принципе, проверяли, да, то есть даже той же информатикой, в принципе, работает у информатики тоже там на рабочие конфиги, которые можно создавать. И дальше начинается, собственно, работа по перекладке данных. Во-первых, так как это, ну, сразу оговорюсь, да, так как мы говорим про аналитические решения, это строго ELT, да, то есть сам вот этот вот сервис транспортной подсистемы, он, это, ну, небольшая машинка, которая через себя данные не гоняет. У нас используются разные варианты именно транспорта, я о них в техстеке расскажу, вот, но вот этот вот управляющий узел, оркестратор, он сам через себя данные не проводит. Как он работает? Есть сервис подключения источника, который обеспечивает конфигурирование запроса данных из транспортной подсистемы в непосредственно в систему, то есть мы напрямую в систему не ходим, да. Еще одно условие децентрализации в том, что как только мы децентрализуем доступ к системе, пароли от этой системы начинают утекать. Это огромная проблема с информационной безопасностью и, собственно, важная причина, почему децентрализованные интеграционные архитектуры не очень хорошо приживаются. Потому что когда у тебя 10 команд, и ты 10 командам раздаешь учетки от твоей системы, да, то есть уследить, кто из этих команд на месте, что все эти учетки живы, да, то есть, а если ты дашь одну учетку, ты ей даже дашь такие гранты, да, что там она будет вообще все видеть. Тоже плохо. Поэтому правила подключения к системе, они определяются вот на сервере системы. Оркестратор ходит через подключение источника. Следующие два компонента, да, то есть сервис расчета инкремента и управление транзакциями решают следующую проблему при переходе к децентрализованной интеграции. Когда у нас три команды хотят запросить одну и ту же таблицу в источнике, это создает утроенную нагрузку на источник. Никакой источник продовый на это не пойдет. Ну, это невозможно, да, то есть просто это огромное количество просто DDoS-системы. Для этого необходимо управлять инкрементальной загрузкой централизованно и автоматизированно, чтобы каждый поток, зарегистрированный в системе, через специальный компонент управления инкрементом, фиксировал, какие данные из этой системы уже извлечены и есть ли в ней инкремент с момента последней загрузки. Вот, то есть это хранится информация в целом по системе, да, то есть вот этот сервис расчета инкремента, он как раз обеспечивает минимально необходимое обращение к каждой системе, из которой мы хотим данные забирать. Сервис управления транзакциями – обратная история. Если у нас 10 пользователей будут писать в один и тот же хаб, да, то есть вот нам наши любимые эти проводки, да, которые загружают все вообще, да, то есть это центральный хаб, который обновляется часто, пользуется большим спросом и в который много кто чего пишет. Соответственно, нам нужно следить, чтобы мы его не уложили, да, то есть чтобы просто у нас не было параллельной записи, да, чтобы у нас не было такого, что мы вставляем блок данных один, да, в это время вставляется блок данных другой, и у нас неконсистентное состояние источника, а если у нас сложная модель данных, да, то есть там какой-нибудь Data Vault, да, то там риск получения неконсистентного состояния увеличивается еще пропорционально, вот, да, то есть если у нас, наверное, не плоские таблички, а реально там Data Vault какой-нибудь. Поэтому центральное управление транзакциями. И дальше зеркально, точно так же через сервис подключения через озеро, мы записываем данные в таргет. Вот. Наличие одного таргета, это, можно сказать, там, ну, некое ограничение, да, то есть мы сейчас подразумеваем, да, что вот эта рабочая область пользователей, у всех пользователей свои рабочие области, но расположенные на одном кластере, да, то есть что все пользователи, они работают там с одним ходупом или с одним S3 или с одним гринпламом, каждый в своей песочнице, у каждого в свои креды, но технически это одно, но точка роста такая небольшая у нас. Соответственно, основные концепции, да, которые у нас есть, да, то есть которые мы используем. Первое – это работа с ресурсами. Очень важно, что аналитики систем источников, они не резиновые. Когда к ним начинает приходить там 25 команд и спрашивать, а где у вас лежат проводки, на уже пятом аналитик источников взводит и скажет, я уже 10, ну, типа, объяснял. Идите, спрашивайте у коллег. Коллеги – это другой домен, они не факт, что ответят. Поэтому очень важно для нас экранировать физические сущности системы источника за логической абстракцией. Вот эту логическую абстракцию мы называли ресурс. То есть ресурс – это файл, табличка, партиция, группа табличек, неважно. То есть это некий блок данных, который содержит определенный бизнес-смысл для потребителя и при этом может быть замаплен на какой-то физический объект системы источника, то есть на то, откуда мы данные забираем. Соответственно, вот этот вот компонент, который мы видели на стороне источников – это провайдер ресурсов. Провайдер ресурсов содержит описание всех ресурсов, которые система источник готова предоставлять. И именно через правила подключения к этим данным. То есть маппинг вот этого логического объекта, который мы знаем, как скважина, оборудование, проводка, на физику конкретной таблички или конкретной файлики. Провайдеров ресурсов у нас сейчас есть из коробки три. То есть мы работаем с тремя – это gdbc, это файловый, и это провайдер для таргета, для озера данных. Но, в принципе, там ключевое, что есть унифицированный интерфейс по свагеру. Соответственно, можно просто реализовав методы этого интерфейса, создать свой провайдер ресурсов, который будет ничем не отличим, потому что с ним идет работа только по API. Поэтому можно подкладывать какие угодно. Второе – это работа с транзакциями, работа с инкрементами. Более-менее про это проговорили. Важно то, что для пользователя, который создает вот эту всю историю, это все глубоко под капотом. То есть когда перейдем к демо, я прям явно буду говорить, что вот это пользователь видит, а вот это пользователь не увидит никогда, увидит условно только администратор системы или разработчик, который сделает. Так вот, вот эти технические сервисы, работа с инкрементом и работа с транзакциями, это сервисы питоновские, работающие там поверх кавки, которые запрятаны вглубь системы, и с которыми опять-таки по API взаимодействует вот этот оркестратор на основе тех шаблонов потоков, которые созданы. Собственно, шаблоны потоков. Шаблон потоков решает две основные задачи. Первая основная задача, которая решает шаблон потоков, это обеспечить своевременную, корректную и правильную работу с системными компонентами платформы. Вовремя обратиться к провайдеру ресурсов, получить информацию, запросить метрики, про метрики отдельно, ну, вообще там, лайфчек, да, сделать определенный, создать транзакцию, зарегистрировать инкременты. Вот это все делается в рамках шаблона. А второе — это последовательность шагов, которые, собственно, и последовательность действий, которые мы выполняем с данными в рамках вот этого шаблона. То есть, как бы у нас, например, шаблон загрузка сущности дата-волта. Загрузить хаб, загрузить к нему сателлиты, загрузить к ним линки. Вот это шаблон, да, то есть, там, шаблон загрузить витрину, да, или выполнить построение витрины по заданным правилам. То есть, это определенная логика, которую пользователь может конфигурировать, может в нее что-то вносить, какие-то изменения. Но основное, да, что ему нужно указать источник, получатель и какие-то ключевые поля, да, по которым он хочет данные загрузить, все. Остальное все должно быть прописано в шаблоне. Вот, там же работа с историчностью, работа с версионностью, ну, потому что, как бы, есть требования, да, которые обычно разработчики любят пропускать, да, то есть, например, то, что у нас необходимо обеспечить бесшовный откат загруженной версии данных. Ну, вот, это требует, там, определенной возни с правильной восстановкой версий, да, и вот очень любят это просто пропустить, и, типа, у нас всегда все загружается правильно. Потом на источнике сбой загрузилась ерунда, в отчете кошмар, вот, и пошли руками выколупывать 10 тысяч записей. Вот, ну, то есть, неудобно. Вот для того, чтобы вот такого вот не было, да, вот такие вещи, как работа с историчностью, с версионностью, с транзакционностью, они зашиты в шаблоне. Это вот определенная наша защита от того, что вот в децентрализованной работе с данными мы не получим эффект того, что децентрализация приводит к ухудшению состояния, да, интеграционного ландшафта. Я все хочу переключить здесь, на мониторе. Значит, отдельно, что надо проговорить, это интеграция на основе метаданных. Мы умышленно, да, то есть говорим о том, что метаданные — это должна быть база, да, с которой мы работаем как интеграторы, потому что основная наша история — это правильно описать структуры, которые у нас есть на входе, структуры, которые есть на выходе, правила их преобразования между собой. Это все метаданные, это все то для работы, с чем есть существующие методы, подходы, инструменты, и там, ДГ, и Data Governments в более широком смысле, да, это одна из тех областей, которые очень тесно, на самом деле, связаны с интеграцией и очень существенно влияют на качество тех интеграционных решений и тех интеграционных проектов, которые создаются. Вот здесь, поэтому, да, несмотря на то, что все про это знают, да, и очень часто, как одним из драйверов использования систем управления метаданными называют улучшение качества интеграции, да, очень часто, тем не менее, эти две области расходятся и как между собой не контактируют в достаточной мере. Здесь мы постарались от этого уйти, включив основное управление интеграционным движком именно через систему управления метаданными. То есть мы используем, да, все по порядку, мы используем технические метаданные, это автоматически выгруженные и представленные в формальном виде в инструменте структуры сервисов, таблиц, все это тегируется, классифицируется и доступно для поиска. То есть у пользователя нету проблемы, да, то есть тем, чтобы найти, откуда ему данные забрать. То есть у него в инструменте управления метаданными есть поиск по названию, есть поиск по классификаторам, есть возможность просмотреть сэмплы данных и профили этих данных, да, для того, чтобы вот эту самую, ну, тяжелую часть проектирования любого интеграционного решения, которое называется «Откуда нам, собственно, данные забрать?» Вот, как-то снизить. Да, ну, про это, я говорю, про это реально много наговорено, и часто, в принципе, там, каталоги данных используются при проектировании интеграции. Но здесь это вот прям зашитым непосредственно в инструмент, да, то есть, соответственно, бизнес-метаданные — это правила работы с данными, это то, что заводят пользователи. Это, во-первых, вот те самые ресурсы, логические сущности, которые определяются на уровне пользовательского представления для того, чтобы экранировать физические объекты конкретной системы, откуда данные забираются. Вот для того, чтобы вот это вот разделить, у нас, соответственно, это ведется как бизнес-метаданные и интегрируется в систему. Также как бизнес-метаданные ведутся запросы данных, как я уже сказал, да, то есть, сформулированное требование пользователя на предоставление ему определенного датасета — это запрос данных, это спецификация, если хотите, да, это как раз объект бизнесовых метаданных. Вот, ну и вся обвязка вокруг хабы, хранимые процедуры, представления, да, то есть, то, что обычно у нас идет, да, как-то сбоку, это тоже, на самом деле, все описание. Это те описания, которые мы хотим соединить в одном месте для того, чтобы те люди, которые с этим работают, могли, не прыгая по, там, базам, по разным спецификациям, куче вардовых документов, найти, собственно, а как вот у нас происходит процесс загрузки от и до, откуда все это идет. Вот. Ну и здесь, соответственно, да, очень важна именно работа с качеством данных, потому что задача увеличения качества данных — это одна из целей вообще всегда перехода к децентрализованной архитектуре. Очень, на самом деле, красивый твист, да, то есть, что мы увеличиваем качество данных не за счет того, что мы изменяем данные в системе, а за счет того, что мы снижаем количество инцидентов по качеству данных, за счет того, что каждый пользователь может сам сформулировать, что ему, блин, надо, да, аж какие данные конкретные пользователи в своем запросе будут считать корректными. Потому что бесконечные баталии должен быть заполнен атрибуту объекта или не должен быть заполнен атрибуту объекта, когда, например, сходятся, я не знаю, сбыт и кладовщики, да, ну это классика, с которой, наверное, сталкивался каждый, да, то есть вот там в какой момент у нас должно быть заполнено хранимое место, да, то есть вот бирка повешена. Вот здесь или через пять сообщений вперед. Вот здесь, соответственно, за счет того, что пользователь сам формулирует запрос к качеству данных, он сам может сформулировать условия, да, where close, да, грубо говоря, которая отсечет те данные, которые он считает некорректными и неправильными. Значит, кто работает на платформе, то есть как мы вообще видим людей, которые связаны с этой платформой, которые с ней взаимодействуют и которые являются ее пляжаками. Значит, большая часть наших пользователей – это аналитики, это вот верхний стрим. Аналитики в широком смысле, аналитики скорее хранилищные, да, то есть системные аналитики. Вот, но, честно, мы стремимся к тому, чтобы бизнес-аналитиков затащить, но здесь уже, конечно, да, здесь уже придется интерфейс менять. Вот, но в целом, да, то есть это ключевое, да, что это люди, которые не разрабатывают потоки, да, не разрабатывают код, не пишут его. Они могут конфигурировать, они могут смотреть данные, они знают, что им нужно. То есть в конечном итоге им этим данным пользоваться. То есть, возвращаясь к началу моего доклада, DS-ники, которым ты говоришь, что вот напиши конфиг, какие эти данные в твою витрину нужны, гораздо больше довольны, чем DS-ники, которые на 10 встреч объясняют дата-инженеру, что им, собственно говоря, нужно, а потом смотрят, что получилось не то. То есть эффект, когда человек сам себе формулирует запрос, его не просят для этого выучить какой-то космический новый инструмент, он просто описывает, пусть даже в Ямле требования, у него появляется дата-сет, он смотрит, а нет, что-то не то, сам поправил, сам сделал, это очень сказывается положительно на динамике проектов внедрения и работе аналитиков. Как работает аналитик глобально? Он работает с каталогом данных, у него есть возможность найти источники, он ищет в целом по метаданным, которые загружены в платформу, на основе метаданных он смотрит, подключена та или иная табличка к интеграционной платформе или не подключена, может ли он из нее данные запросить или не может. То есть выставил ли вот этот объект технический, источник, как доступный для загрузки. Если он видит, что есть, можно данные отсюда забирать, вопросов нет. Если нет, управление метаданными говорит о том, что у каждого объекта должен быть владелец, мы прямо в системе, ну все каталоги глоссарета поддерживают, прямо в системе пишем запрос владельцу и говорим, милый человек, выстави нам, пожалуйста, объект, мы хотим из него данные забирать. Да, и дальше он уже сам объясняет, не через третьи руки, да, как обычно он написал разработчику, разработчик написал РП, РП, написал тому РП, и вот пока вот эта цепочка прошла, да, суть первоначального запроса потерялась уже давным-давно. Нет, здесь как бы немножко спрямляем углы. Наша задача, чтобы вот на этапе поиска источников аналитик увидел, что тот объект данных, который он хочет использовать в своей работе, был доступен для загрузки. То есть он был подключен к платформе. Дальше он создает запрос, на основе запроса через сервис генерации потоков разворачивается поток, поток цепляется к запросу ссылочкой, да, то есть он видит, что у него поток развернулся, он начинает по расписанию крутиться, пользователь видит, что у него данные появились в его целевой табличке, куда он указал. На шаге тестирования, используя инструменты, которые доступны в том Тулзе по работе с метаданами, которые у него в данный момент есть, он может посмотреть там объем загруженных данных, сколько строчек, какие, и уже дальше идти в свою таблицу и с ней работать. Не всегда работает так, да, то есть вот эти вот шаблоны интеграционных потоков, которые мы анонсируем, да, они не всегда покрывают все задачи аналитика. Здесь есть возможные точки расширения, возможно, точка расширения, как привязать хранимую процедуру, которая сделает постобработку, есть точка расширения, вставить внутрь, как источник на вход, да, рассчитываемую таблицу, которая сделает представление, которая будет как дополнительный источник, можно просто посередине, да, вставить какую-нибудь функцию. Короче, здесь уже нужен разработчик, здесь уже нужен DE. И здесь появляется наша вторая роль, разработчик, и он на самом деле очень легко подключается, потому что второй шаг пользователя создания запроса автоматически становится первым шагом для разработчика на анализ ТЗ. То есть вот этот самый сформулированный запрос данных с подцепленными объектами, с известной структурой, с формальными требованиями, это очень удобный вход для разработчика, ему понятно, что сделать нужно, да, то есть потому что у аналитика нет шансов, да, дать, например, на вход неправильную структуру, структура автоматически выкачана уже, да, то есть нет такого, что аналитик, копируя из базы, ошибся в названии полей, да, или скопировал одну таблицу, а загрузить хотел совсем другую. Нет, здесь как бы ТЗ получается гораздо более формализованно и гораздо проще к использованию, чем если это делать там через почту или через Excel. Дальше разработчик конфигурирует поток, и по сути у пользователя точно так же его вот так Airflow, он появится в создании запроса, да, то есть только он будет не автоматически развернут, да, то есть там не 5 минут нужно будет подождать, пока все сгенерится, а там день-два, пока разработчик код напишет. Но в конечном итоге аналитик, да, он вернется все равно на тот же самый шаг тестирования, он все равно будет видеть свой поток развернутый, он будет видеть статус своего потока, возможные ошибки, которые там где-то что падало, вот, и будет видеть результат там, где он ожидает, да, то есть на основе тех объектов, которые у него заведены. И если нужно, да, то на этапе тестирования пользователь может попросить разработчика что-то там доправить. И третий пользователь, это очень важный момент, что мы стараемся подтащить представителей интегрируемых систем к нормальному диалогу с интеграторами и с потребителями данных через работу на общей платформе, да, потому что очень часто люди, откуда мы данные забираем, они или очень плохо понимают ценность тех данных, которыми они управляют, или очень хорошо ее понимают, и в любом случае не очень горят желанием, да, как-то сотрудничать с аналитиками, которые эти данные хотят себе забрать для того, чтобы как-то их покрутить. Вот, и когда вот вся вот эта вот переписка, да, и когда, ну, гораздо сложнее источнику сказать, что у меня этих данных нет, если их вся компания видит в каталоге. Ну, это уже, это уже нужно какие-то более серьезные аргументы выдавать источнику, да, почему я не хочу вам делиться этим данными, чем то, что у меня их нету. У нас был пример, да, то есть там системы диспетчерского управления, когда один департамент крупной компании другому категорически не хотел выдавать данные под диспетчеризации, прикрываясь тем, что они находятся в файликах на рабочих местах, на рабочих станциях обходчиков. Вот, а потом, когда подключили каталог, да, выяснилось, что там они не просто лежат в ворокле, а над ним еще 25 витрин построено, вот, во всех возможных разрезах. Просто если эти витрины честно посмотреть, то там отчетность, которую в итоге этот департамент выдает, начинает вызывать очень большие вопросы. Вот, поэтому полезность автоматизированной загрузки метаданных очень важна, и всегда ее хочется подчеркнуть. Вот, поэтому разработчик источника, он работает как? Во-первых, он видит, какие запросы кидаются к его источнику. Он видит, он понимает ценность своих данных, и он понимает, что он не может просто вот взять и там дробнуть свою таблицу, потому что 50 отчетов, возможно, критичных для компании, на нее смотрят. На самом деле, когда ваш источник удаляет информационный объект и там дропает таблицу, они не всегда это делают, потому что они просто вредные, да, иногда они просто реально не знают, что на эту таблицу кто-то смотрел. Вот, здесь, соответственно, использование в одном пространстве, да, то есть когда человек видит, что на его таблицу навешаны интеграционные потоки, оно несколько мотивирует как-то внимательнее к ней относиться, да. Второй вопрос, что если они видят, что там действительно много объектов, много обращений, да, то им иногда зачастую бывает проще эту таблицу вынести на отдельный сервак, на отдельную, ну, или материализовать вьюшку, или утащить это в отдельный какой-то блочок, да, для того, чтобы это не эффектило производительность. Вот, при этом им даже никому сообщать не нужно, потому что проходка, да, то есть они просто у себя меняют конфиг, да, как провайдеры ресурсов меняют определение, как платформа забирает данные, вот, и могут перекладывать свою табличку, в общем-то, куда хотят. Вот, соответственно, это вот те группы пользователей, в основном, с которыми мы сталкиваемся, да, то есть которые у нас участвуют вот в таком вот децентрализованном процессе настройки интеграции. Классическое обязательное сравнение с ETL-инструментами, ну, на самом деле сравнение не очень корректное, да, то есть потому что все-таки, ну, мы не ETL-инструменты, да, платформа CoreDVH, она не про то, да, то есть это именно архитектурный паттерн и набор компонентов. Но, тем не менее, всегда спрашивают, да, а чем отличается от информатики-то? Я решил просто уже сделать слайд, вот, чтобы превентивно рассказать. Значит, в чем основная логика? В классических ETL-инструментах, будь то информатика, DS, ну, да, что угодно. У нас уровень абстракции – это кубик. Вот стандартный ETL-ин поток – это кубики со стрелочками, да, то есть когда разработчик вытаскивает кубик, кубик связывает с кубиком, вот оно пошло. Для этого каждый кубик, он конфигурируется, да, то есть мы когда в SASE работали, да, у нас там каждый кубик – это мог быть там вот такая простыня кода на 20 экранов, но, тем не менее, да, это все-таки вот уровень абстракции – кубик. В CoreDVH уровень абстракции – это запрос данных. Вот тот самый шаблон перекладки данных – это вот уровень абстракции. То есть мы работаем чуть-чуть на… То есть, с одной стороны, это менее гибко, да, но с другой стороны, чуть более строго относятся к разработчикам и позволяет чуть менее квалифицированным людям самим создавать запросы данных. То есть вот разработчика мы не исключаем, мы не можем его исключить, это все-таки IT-технологии, вот, сложная система. Вот, но, по крайней мере, да, для большинства задач достаточно хорошего шаблона и правил его генерации, да. Второе. Опять-таки все инструменты интеграционные – это инструменты разработчика. САП очень долго позиционировал PI как то, что сами бизнес-пользователи будут настраивать, интеграционные потоки. Это написано во всех первых презентациях САПовских PI. Я вот прям не обманываю. В итоге вот у нас целый технологический метап людей, которые занимались так или иначе в свое время САПовской интеграцией, как именно, как технори, как разработчики. Я думаю, что у нас не так много бизнес-пользователей здесь конечных. Вот. Не работает такая концепция, да. Здесь мы делаем еще одну попытку, абстрагируя еще сильнее, да, всю логику для того, чтобы все-таки убедить аналитиков самостоятельно запрашивать все данные, да, без того, чтобы работать с этим внутри. Функции, да, то есть, ну, кто работает с платформой, проговорили, да, и задачи. Про метаданные тоже проговорили, да, то есть, мы относимся к метаданным максимально серьезно, да, то есть, для нас метаданные – это то, что вот должно драйвить всю разработку платформы, вся разработка должна вестись на основе метаданных формализованных, забранных коннектором, достоверных, актуальных метаданных, да, то есть, не вот чем-то абстрактном, да, что можно подменить, что там файли можно подменять, это все-таки вот нет. Мы точно, вот это вот прямо вот как декларацию, да, можно сказать, что правильная работа с метаданными снижает очень сильно количество ошибок, связанных с интеграцией вообще в интеграционных потоках. Ну, по крайней мере, вот у нас так. Да, ну и вот последний пункт, то, что мы действительно, да, стараемся и целимся в немножко более, там, менее классические архитектурные схемы, да, то есть, мы ни в коем случае не говорим о том, что там классические ДВХ – это плохо или классические ДВХ – это хорошо. Это вообще не дискуссия, да, то есть, ни платформы, ни, там, думаю, сегодняшней конференции, да. Мы говорим о том, что для Modern Data, ну, вот таких вот архитектур распределенных нужны свои инструменты, и классическая, там, интеграционная и хранилищная тематика не позволяет в полной мере решить задачи DataFabric или DataMesh. Так, ну и вот такой переходный слайд перед, собственно, демо, на чем все это добро написано. Значит, как я сказал, да, то есть, это набор сервисов интегрируемых, провайдеры ресурсов – это компоненты CoreDVH, это питоновский скрипт, да, то есть, ну, питоновское приложение, которое использует in-memory базу для real-time предоставления информации, использует Kafka для хранения состояния и управления собственной событийной моделью, и слой на API для того, чтобы общаться с другими компонентами платформы. Соответственно, ключевое – это правильное предоставление API, да, все остальное можно переписать, вот, но это вот те, как они реализованы у нас. Предоставление метрик – это очень важный момент, да, то есть, мы используем слой метрик для того, чтобы считать и показывать в интеграционную платформу актуальную и корректную информацию о состоянии источников, ресурсов, получателей и всем остальном. То есть, метрики делятся на системные, ну, системные, да, то есть, там, живая система, не живая, да, то есть, буквально, холст-чек. Статусные – active, disabled, deleted, метрики качества данных и метрики инкремента. Да, да, то есть, еще отдельно, там, мысль про data observability, но это, если у нас получится, реализовать в следующем году расскажу. Вот, это, соответственно, пишется на питоне или на dbt, в зависимости от. Транспортный слой. У нас сейчас два. Мы сейчас в качестве транспортного слоя используем или кластер с парка, ну, чаще всего, да, то есть, если у нас там ходу какой-нибудь, да, в качестве облака, то, соответственно, транспорт с парком. Если это greenplum, то это pxf, да. Да, никакого ETL, это все чисто ELT. Все-таки мы про большие данные в основном говорим. Не то, чтобы очень большие, но достаточно большие, чтобы сервер интеграционной платформы был бы неоправданно раздут, если мы, честно, через него бы данные гоняли. Поэтому, вот я говорю, pxf или spark. Шаблоны трансформации – это yaml-конфиги, которые лежат в GTA. То есть, конфиг разворачивается там среди разработки, дальше через GitLab он прокатывается на продуктив. То есть, никто не мешает, конечно, конфиг потом поменять на продуктиве, но мы об этом умолчим. Управление метаданными. Я буду показывать сегодня на OpenMetadata, но, я говорю, в принципе, любой каталог, который поддерживает все необходимые нам API, можно прикрутить. Мы с OpenMetadata сильно интегрированы, но для примера, да, то есть там есть вот импортозамещенный арендат-каталог. Вот первая версия DatusCoreDVH, она у нас крутилась на арендат-каталоге. На OpenMetadata на ванильный мы стенд подняли не так давно. Но и хранение наборов данных, это, собственно, наши таргеты. Сейчас, да, то есть это с третьей, обязательно с Хайвом, Hadoop тоже с Хайвом, с Ampala не тестировали. Или, ну, если есть просто коллеги с Glowbyte, да, то вот с Ampala и не тестировали пока. И это Greenplum. Да, Greenplum, наверное, самая у нас такая целевая история. С ним как-то лучше всего работается, пока, по крайней мере. Так, на этом теоретическая часть у нас все. И вот мне подскажите, пожалуйста, как мне теперь сделать шаринг-экрана. Можно мне правов? А, вот поделиться. Все, права нам не дали. Отлично, спасибо большое. Есть контакт. Так, и нам нужно тогда на... Вот сюда тоже вытащить. Тима. Тима. О, все, супер, спасибо большое. Вот так гораздо привычнее за все эти оффлайн-митинги, сидишь, смотришь, комп. Оп, как-то это уже и ближе. Значит, смотрите, я начну показывать с того компонента, который является у нас вот центральным мониторингом провайдеров ресурсов. Я сейчас нахожусь под админом, поэтому я вижу все провайдеры ресурсов, зарегистрированные сейчас на платформе. Да, то есть понятно, что человек, который, ну, отвечает за какой-то источник, будет видеть только провайдер ресурсов этого источника. Да, то есть там просто ролевка самая простая накликивается. Я сейчас под админом. У нас зарегистрировано два провайдера. Это юни-провайдер. Это база данных, которая у нас может являться источником. И цех-провайдер – это наш таргет, да, то есть куда мы данные будем класть. Соответственно, и здесь мы видим перечень всех ресурсов, которые здесь зарегистрированы. Отсюда я могу его создать. Вот я сегодня буду показывать на примере загрузки оборудования. Вот у нас есть ресурс оборудования. Вот у него есть текстовое описание, да, то есть это вот то, что будет видно пользователю, да, что это логическая сущность, ресурс, да, которое называется оборудование. Вот у него есть какое-то там техническое наименование. И есть теги, да, то есть часть из этих тегов являются системными. Но, например, вот тег металлургия – это бизнесовый тег, который служит для поиска и для группировки объектов, ресурсов, да, для того, чтобы пользователю, который аналитик, который будет делать свои запросы данных, он мог зайти и поискать все, что у него связано с металлургами. Да, то есть все таблички, которые там могут отсюда загружаться. Аналогичным образом, да, то есть используется FQN, и это тоже есть обязательные. Ну, то есть здесь обязательно, например, DB Table. Да, если это, например, View-шка была бы, то здесь было бы DB View. Там теги подставляются в зависимости от того, DB Partition, да, в зависимости от того, что физически под этим лежит. Да, FQN – это, соответственно, ссылка на объект метаданных, который будет привязан, технических метаданных, который будет привязан к этому объекту ресурсу, к этому объекту логических метаданных. Да, то есть, как я говорил, это логическая обертка, настройка, да, то есть которая видна в бизнес-глоссарии. Технические метаданные под ней могут лежать вообще какие угодно, да, то есть это нигде не запрещено. Я могу зайти сюда, вот здесь поменять, там, добавить еще один FQN, да, и будет там на два объекта метаданных, у меня вот один и тот же вот этот ресурс светится. Это нужно для того, чтобы пользователь, который ищет по техническим метаданным, мог легко провалиться вот в объект ресурса и данные отсюда забрать. Дальше у нас ставится галочка, да, что этот ресурс только для чтения, да, что мы запрещаем обратную запись, редактирование какое-то, да, что вот с этим объектом нельзя ничего делать о интеграционной платформе. Да, это проверяется дополнительно, это можно делать на уровне грантов пользователя, но мы можем этот ресурс включать-выключать, да, то есть потому что иногда он может быть для записи, иногда нет. И самое главное, да, то есть это вот это, а, самое главное, это, собственно, строка соединения. Да, да, connection string, да, который видит только автор. Я специально выбрал, да, вариант с PXF, где ничего криминального нету. Вот, в Spark там просто больше информации указано, хотя все равно используются кейсторы, да, но для Spark там чуть-чуть больше инфы ведется. Для PXF это просто название PXF профиля, по сути. Вот, то есть я, как человек, который администрирует источник и предоставляет данные источника вовне, сам указываю, по какой строчке соединения интеграционная платформа будет у меня забирать данные. То есть когда человек создает поток, он просто указывает имя ресурса, и все. То есть, а уже платформа, когда дойдет дело до загрузки данных, она стукнется по определенной опишке в провайдер, получит вот этот connection string и с ним сделает соединение. Соответственно, нигде, ни в логах, нигде это светиться не будет. Это секьюрно, это позволяет пользователям, ну, администраторам интеграционной платформы самим управлять, куда ведет тот или иной объект. То есть гибко управлять переключением между различными инстанциями BD, использовать всякие, ну, подключать и отключать, господи, балансировщики нагрузки. То есть вот стандартная была беда, да, что вот типа балансировщик там у каком-нибудь ERP-шки упал, нужно пробежаться по 50 потокам и везде поменять, ну, по 50 каналам, и везде поменять порт на какой-то конкретный инстанция, причем еще желательно в разбивочку. Да, а потом там балансировщик поднялся и обратно по всем 50 каналам обратно порт на балансировщик проставил. Да, при этом о том, что балансировщик упал, ты узнаешь тогда, когда у тебя весь монитор красный, да, то есть и все, ничего не работает. Вот, а узнаешь о том, что он починился тогда, когда тебе начинает обрывать телефон и говорить, что почему вы стучитесь напрямую на инстанция, поменяйте срочно все на балансировщик. Вот, и никакие аргументы, что типа он же у вас лежал, но сейчас-то не лежит. Вот, поэтому здесь, да, то есть мы честно говорим, что, пожалуйста, источник, ты знаешь, как к тебе стучаться. Никто за, вот лучше, чем сама система, предоставляющая данные, не знает, как к ней обращаться. Вот и веди, пожалуйста, самостоятельно. Значит, вот эта часть, которую я вот сейчас показывал, она общая для всех типов провайдеров ресурсов. То есть вот для любого провайдера ресурса, который мы возьмем, вот эта вот часть будет общая. Дальше вот это специализировано для юни-провайдера. То есть юни-провайдер – это уже то, что у нас, ну, работа с базой данных. У нас здесь работа с рельсионкой. И здесь мы видим, вот только вот в этот момент у нас появляется маппинг логического объекта оборудования на физическую табличку equipment из схемы там SBR. И что важно, что здесь источник сам указывает фильтр, который будет применен при загрузке данных. Вот от этого фильтра отказаться никто не сможет. То есть когда платформа полезет за данными в этот источник, извлекутся только данные, вот этот WHERE обязательно прицепится. Да, это сделано для чего? Для того, чтобы, ну, опять-таки, да, пример из практики, там, CRM. Вот, в CRM есть определенные хитрые правила, да, по которым заводятся технические сделки. Вот, кто там CRM-интеграцией занимался, знаете, да, там, вот есть очень неочевидные истории. Если мы хотим забрать, там, транзакционно, да, из CRM, они в сервисе, который будет пулять сделки, они это сами пропишут. А вот если мы аналитически хотим, да, то есть почем загрузить все сделки там за вчера, то там этого мусора будет вагон. И, соответственно, если мы потом его попытаемся обработать, и каждому аналитику объяснять, что тут такое мусор, что нужно отфильтровать, почему, и очень сложно. Да, а здесь просто источник, он сам отфильтровал, и все. Да, то есть условно вот здесь, например, конкретно вот в этом примере, мы когда данные будем смотреть, там есть нуловые группы оборудования. То есть это оборудование, которое виртуальное, которое еще не установлено, не введено в эксплуатацию. Ему еще не присвоена группа оборудования. И такое оборудование, очевидно, его не нужно учитывать в аналитической системе, которая считает амортизацию, потому что, ну, его не существует. Да, и чтобы вот не отвечать всем на вопрос, что почему у вас нал в группе оборудования, мы его сами отфильтровали. Соответственно, дальше можно дополнительные физические опции прописывать. Это касается, если мы там забираем, например, из документарных баз данных, да, или из MPP систем, да, то тут вот можно дополнительные еще опции к запросу подкрутить. В общем, это провайдер ресурсов. Его настраивает человек, который отвечает за администрирование источника, который отвечает за предоставление данных источника в интеграционную платформу. Теперь, собственно, переходим к рабочему месту основному, да, то есть в котором у нас там 80% всего всей движухи. Это OpenMetadata. Значит, что здесь? Здесь давайте пойдем, наверное, сразу в глоссарий. Времени у нас не так много. Значит, все объекты бизнесовых метаданных, они сходятся в глоссарий. Что-то здесь ведется вручную, что-то здесь ведется синхронизацией с другими компонентами платформы. В частности, вот они провайдеры ресурсов, которые мы смотрели. Вот он, Юни-провайдер. И вот они все сюда выкачаны. И вот мы можем здесь найти наш equipment. Что мы здесь видим? Мы видим, что теги перенеслись. Да, вот они все. Мы видим то, что здесь есть название его. Вот оно оборудование. Описание по названию оборудования мы его можем найти. И здесь мы видим вот наборы данных. Чего мы здесь не видим, это строки подключения. Все. Вот начиная вот с этого момента, строку подключения мы не увидим больше нигде и никогда. Что еще важно? Мы здесь видим, какие метрики предоставляет этот провайдер ресурсов. Метрики провайдер ресурсов мы сейчас думаем, куда вытаскивать. То есть давать их возможность определять на каждый конкретный ресурс, или они являются свойствами ресурс провайдера целиком. Но пока они ведутся на уровне всего провайдера целиком. Соответственно, для каждого ресурса каждый ресурс при работе с интеграционной платформой высчитывает метрики, хранит в памяти актуальное значение этой метрики и историческое, то есть сбрасывает себе в кавку. Ну вот какие метрики? MaxState2, то есть это максимальное значение даты по колонке инкрементальной. Актуальная дата последнего обращения, дата последнего обращения, по сути говоря. И MaxState2, если у нас табличка не инкрементальная не по дате, а по цифровому ID, то это будет вот эта метрика. То есть она будет вот сюда складываться. Соответственно, метрики рассчитываются интеграционным потоком при запуске. То есть метрики рассчитываются провайдером ресурсов, инициируется их расчет от интеграционного потока, когда он приходит на этот ресурс. Вот такая вот логика. Значит, это, соответственно, первый объект методома. То есть мы видим, что вот эти все ресурсы, если я просто поищу там equipment, да, да, скважины поищем, equipment мы уже посмотрели. Вот я просто вбил там скважина, вот я вижу, что у нас есть 7 таблиц, в которых скважины упоминаются, и достаточное количество терминов глоссария. Вот, вот эта табличка со скважинами, вот мы видим, да, какой здесь есть и вся ее структура, все метаданные выгружены. И самое главное, мы видим, что она связана с объектом интеграционной платформы, что так как у нас есть ссылка на вот этот вот ресурс, да, то вот данные из этой таблицы мы можем загрузить, мы можем на нее настроить запрос. Если бы его здесь не было, да, то есть там категории скважин, например, мы не вытаскивали. Вот они, был категория. Вот, видите, здесь, соответственно, такой ссылки нет. Поэтому даже если мы, если нам нужны отдельные категории скважин, не в составе потока по скважин, а в составе отдельного потока, да, то нам нужно, чтобы сначала создали ресурс на категории скважины, произойдет синхронизация провайдера ресурсов источника геотехнологической модели с объектом технических метаданных, и здесь у нас появится вот ссылка на ресурс, и мы сможем создавать запросы. Ну, давайте-ка к оборудованию вернемся. Так, термин гласарин, ну вот, да. Вот мы были здесь, да, то есть мы были на ресурсе. Теперь, собственно, давайте перейдем на запросы данных. Ну, что есть, кроме этого, сейчас я все показывать не буду, да, то есть довольно долго. Но основное, что здесь заводится, можно заводить кастомные метрики, да, то есть если нам нужно добавить какой-то объект, который должен рассчитываться в рамках потока и записываться в метрику на ресурсе, да, то вот мы можем здесь ввести определение используемых в процессе загрузки метрик, хранимые процедуры, которые вызываются как пострасчет, да, и расчетные таблицы, которые используются как дополнительный input. Вот то, о чем я рассказывал, да, то есть вот здесь как это ведется. Сейчас я покажу. Расчетная таблица с преобразованием, да, вот здесь ее код. Вот, соответственно, будет создаваться темповая табличка, она будет наполняться и подтаскиваться как вход для интеграционного потока, который будет с ней работать. То есть это, ну, просто добавляется ссылкой в запросе данных. Вот они, три наших провайдера, uni-провайдер, файл-провайдер и вот провайдер целевой цех. Ну, давайте к запросу данных. Вот он, запрос оборудования. Значит, вот это уже целиком создается пользователем. То есть он заходит, нажимает «Создать запрос данных», там кнопочка «Добавить», термин глоссария. Что он здесь указывает? Значит, самое главное, что он здесь указывает, он здесь указывает ссылки. Видите, вот source множественная, да, то есть их может быть много, да, у нас источников в рамках одного потока. И targets. Таргетов, соответственно, также может быть много, да, потому что мы, как я говорю, да, то есть мы там загружаем не всегда табличку один к одному, иногда мы раскладываем там в каком-нибудь Data Vault, да, где их там миллион этих таблиц на один источник. Вот, поэтому source и таргеты – это поля с множественным выбором, и здесь, соответственно, идут ссылки на ресурсы, да, то есть не на таблице, а на ресурсы, иначе поток не сгенерится. Мы указываем здесь расписание, да, как, ну, это обычная крон-строчка, да, для того, чтобы у нас в Airflow поток побежал в правильном образе. Мы указываем здесь режим загрузки данных, да, вот Delta Mode. И мы указываем здесь метрики, с которыми мы работаем в потоке. Вот тут, смотрите, значит, три блока, да, немножко неудобно читать, но я расскажу, значит, Local Metrics – это то, что считается внутри потока, самого потока. То есть вот есть отдельный блок, который выполняет вот этот расчет. И здесь вот видите просто запрос квери, да, колеск, максид, трампам-пам, колеск сам один, трампам. Да, то есть это просто SQL-ник, который выполнится в момент перекладки данных в сырой слой, вот, и это значение будет записано вот с таким названием, вот оно, increment row count и vf.dataset.max2. Оно будет записано в ресурс таргета, да, если это, соответственно, у нас много ресурсов таргетов, то в тот, который указан в файле трансформации, в сорту таргете. Вот, соответственно, для чего они нужны? Ну, например, да, increment row count. Сколько строчек мы загрузили в рамках данного прогона интеграционного потока? Прямо вот стандартный запрос всегда ко всем етелечкам. Сколько строчек у нас прошло? Вот это метрика, которая это значение считает, да, то есть просто вот она, она просто вернет количество загруженных строчек, да, maxid2. Какой максимальный идишник мы загрузили? Сколько у нас инкремент прошел? Вот какое максимальное поле? Тоже расчет. VF-метрикс – это если мы хотим какую-то вот из этих метрик не просто записать в ресурс-получатель, а еще использовать в качестве шаблона внутри нашего интеграционного потока. Вот тогда мы здесь ее должны просто перечислить. Да, то есть вот из двух метрик, которые мы считаем, мы одну здесь учитываем. А CF-метрикс – это метрики, которые мы вычитываем уже рассчитанные из ресурса источника. Как они используются, вот эти метрики VF-CF? Смотрите, я сейчас открою Source-to-Target. Честно, мы хотели сделать интерфейс для Source-to-Target. Все аналитики сказали, что лучше Excel интерфейса для Source-to-Target не было, никогда не будет. Вот, мы решили не воевать с ветряными мельницами и оставить Excel. Смотрите, вот мы добавляем в AirClose, да, и в этом AirClose мы пишем, что мы забираем данные сейчас. Да, что у нас забирается EQID больше, чем from, и меньше, либо равно, чем to. И вот они, from и to, вот эти метрики, которые мы здесь подставили. То есть это шаблоном они прокидываются. То есть он их рассчитывает, поток, и подставляет в запрос сюда. И этих метрик можно здесь нашарашить, естественно, сколько угодно. То есть их можно загрузить. Вот этих условий может быть произвольное количество. И на вкладке Source-to-Target, вот здесь, да, то есть тоже в SQL-Expression, вот здесь сейчас стоит константа false, а сюда можно подставить в темплейте название метрики, которую он сюда вытащит. Соответственно, метрики или той, которая CF, да, то есть которая вычитана с ресурса источника, или VF, которая рассчитана в ходе работы потока. Возвращаемся сюда. Значит, работу с метриками показали, работу с этим показали. Значит, трансформация, это загруженный Source-to-Target, вот он здесь, маппинг, да, то есть это просто загруженный вот этот Excel-ник, да, то есть который я показывал, вот только в виде, соответственно, уже JSON-а. Вот, то есть это просто JSON-чик. А так там тоже тот же самый контент. Вот, и, значит, вот на этом работа аналитика, да, то есть он создал вот такой термин, и дальше все, что ему нужно, это подождать. Подождать нужно минут пять, вот, поэтому я, ну, не стал сейчас вживую-то создавать, да, то есть, потому что, ну, понятно, да, что это серваки. Вот, у него создается два потока. Один поток рабочий, один поток управляющий. Давайте их откроем. Управляющий поток и рабочий поток. Значит, что такое управляющий поток? Возвращаемся к нашей основной задаче, да, основная наша задача в том, чтобы обеспечить децентрализованное создание интеграционных запросов. Поэтому нам нужно снизить нагрузку везде, где только можно, потому что потоков будет много, да, то есть каждая команда, она будет создавать свои запросы. Одним из способов снижения нагрузки и централизации, консолидации вообще вот правил создания интеграции, это является управляющий поток. Значит, что он делает? Он берет метрики системные, берет метрики инкрементальные и проверяет, а нужно вообще поток запускать или нет, да. Как он это определяет? Он определяет, что, во-первых, все источники должны быть в статусе live and active, да, что к ним, в принципе, можно обратиться. Они не должны быть заблокированы, они должны содержать инкремент с последней загрузки. Вот зачем мы записываем данную, зачем у нас эта метрика, да, которую я показывал, которая последнее запрошенное значение. Вот если у нас вот эта метрика в разрезе информационного объекта, она равна текущему инкременту, то ничего нового эта система не отдаст. Все, ну там ничего нету. И поток рабочий запускать даже смысла нету. Вот. Поэтому, и вот если, короче, ну давайте сейчас я его просто сейчас запущу, вот мы берем и триггерим этот DAG. Так, триггер нуля. Вот он побежал. Вот он сейчас добежит до этапа run-wave-DAG и встанет на нем. Значит, текущая конфигурация управляющего потока такая, что он запускается и ждет появления инкремента 10 минут. Так что время у нас есть. Вот он сейчас добежит. Вот он бежит, бежит, бежит. Вот он запрашивает метрики. О, все, вот он добежал, да, до... Сейчас. Так, а кто у нас туда что-то вставил? А, во, evade changes. Вот, все. Вот мы добежали до шага evade changes и вот мы на нем зафризились. Вот он, DAG, у нас в статусе светло-зелененький. Да, точно, ну типа он running. Почему? Потому что на источнике нет инкремента. Давайте сейчас это прямо посмотрим. Вот у нас таблица источник. Опять надо подвинуть эту хрень. Где-то скрыть сделаем. Вот у нас, да, вот мы табличка zsnchcsbrequipment. Ну вот заберем из нее максимальные ID. ID 1468. Вот у нас табличка таргетная, да, куда мы данные хотим вставить. Там ID 1468. Все, да, то есть у нас инкремент равен, у нас нет новых данных, нам нет смысла триггерить рабочий поток. Мы вообще сейчас к базе не обращались из интеграционной системы вообще никак. То есть мы обратились только к провайдеру ресурсов, получили метрику, значение метрики, сравнили с значением метрики, увидели, что инкремента нет, и все. Ну, то есть как бы и подвесились. Значит, висеть он будет, я говорю, 10 минут, чтобы мы ему чуть-чуть жизни упростили. Да, собственно, вот табличка, да, вот он там с оборудованием с каким-то. Чтобы она у нас отдуплилась, давайте добавим запись. Добавим еще одну градирню. Позиция 3. Вставили. И теперь у нас здесь, соответственно, значение 14.9. Возвращаемся в интеграционный поток. Вот сейчас он определит, что сейчас пересчитается метрика, то есть он опрашивает провайдер ресурсов на предмет того, что не появилось ли у тебя инкремента. Вот сейчас инкремент появился. Вот сейчас он определит, что у нас инкремент появился, и, соответственно, у нас побежит вся эта история дальше. Все, вот он отбежал. Рабочий поток отбежал. То есть ведь рабочий поток, он перешел, завершил свое выполнение полностью. Сам, ой, господи, управляющий. Управляющий завершил свое выполнение. Значит, здесь нет никакой логики по перекладке данных. Управляющие потоки можно дергать сколько угодно раз, они до физического источника никогда не ходят. Они работают только на уровне логических объектов системы. А вот рабочий поток, вот он, соответственно, уже у нас работает с физикой. И вот он уже у нас побежал. Видите? То есть у нас управляющий поток запустил поток рабочий, который данные физически перекладывает. Это, как я люблю говорить, самый простой поток по перекладке данных один к одному. Вот такой вот он у нас. Это просто перекладка один к одному. Почему? Потому что для того, чтобы у нас система работала в многопользовательском режиме, у нас, вот здесь я покажу сейчас, вот у нас есть наше озеро, и вот у него рабочая схема RDV. Вот к схеме RDV есть доступ у всех бизнес-пользователей. Они могут туда заходить, смотреть, то есть там лежат их данные. Но под ними лежат вот эти вот все схемы, которые скрыты, то есть там DLT, VRK, STG и так далее. Это рабочая область самой платформы. То есть платформа, чтобы обеспечить, ну, как вы знаете, да, там, чтобы GreenPlan, что в Hadoopе транзакций нет. Да, то есть там транзакционность средствами BD обеспечить нельзя. Для этого нужна внешняя какая-то, собственно, движок выполнений и создания транзакций. Движок есть, и чтобы он работал, вот у нас используются вот эти схемы. Соответственно, логика перекладки данных, она на самом деле достаточно, ну, развесистая. Давайте к ней вернемся. Да, то есть если мы говорим, да, что как у нас все идет. Вот у нас сначала данные выкачиваются из источника PXF в рабочую область платформы. Вот, собственно, вот здесь в логах мы увидим выполнение вот этого самого запроса и означенные метрики. Сейчас я найду. Во. Вот, видите, вот эта строчка. Извините, пожалуйста, я показываю логи, но я надеюсь, что никого не напугаете. Вот. Кровь из глаз, да. Вот, видите, во-первых, вот этот фильтр, да, то есть Detailed Group Like E. Вот это, о котором я говорил. У нас нигде в маппинге, нигде в 100-таргете мы его не указывали, но он подцепился, потому что это настройка источника. Источник сам сказал, что те группы, которые с Ешки не начинаются, не тащите. Вот он подцепился. И дальше через End у нас подцепилась, вот оно, IQID. То есть у нас было текущее 1468. Мы добавили новое значение, то есть новое значение метрики инкрементальной, оно стало 1469. И вот у нас эти рассчитанные метрики, они подцепились в ВС-запрос по перекладке данных. Вот, то есть вот мы их сюда вытащили. Соответственно, на этом шаге мы переложили данные в рабочую область. Дальше у нас идет расчет необходимости вставки данных в бизнес-область заказчика. То есть в бизнес-область, в которой уже работают конечные пользователи. Вот это вот, собственно, вот эта вся часть. То есть видите, у нас в S2T указан есть такой замечательный столбец из HashesRCField. Как говорится, да, не все данные одинаково полезны. Изменение не каждой строчки должно приводить к появлению новой версии данных и к обновлению бизнес-области. То есть мы здесь работает много команд над одним хабом. Поэтому не для всех, ну то есть как бы для многих команд появление какого-то нового поля вне рабочих для них данных не является триггером того, что витрину нужно обновить. И вот эта вот штука, да, то есть из HashesRCField, как работает движок? Он берет все столбцы, где стоит галочка, конкатинирует, ну приводит к стринге, конкатинирует, рассчитывает хэш и дальше делает диф между тем, что у нас в базе и тем, что у нас пришло. Если у нас, соответственно, дифа нет, то эта строчка туда не попадает. Ну то есть просто, значит, она уже там есть. Поэтому мы как бы бережно относимся к вставке данных в целевую рабочую область. И вот только после того, как у нас вот эта вот вся предварительная работа сделалась, то есть только после того, как мы посчитали вот эту самую дельту, присвоили ей номер версии, который мы потом хотим откатить обратно, рассчитали, ну вытащили инкременты, рассчитали по нему дельту, подготовили все, применили маппинг, да, то есть который у нас в StoreStubTarget указан. Вот после этого мы хотим открыть транзакцию. Вот на этом моменте у нас идет интеграция с движком транзакций. Он открывает транзакцию, вот, и блокирует ресурс на вставку. Ну, естественно, логически блокирует, да, но тут опять-таки от реализации зависит. И выполняет, собственно, вставку. Вот она поехала. То есть это уже вставка в бизнес-область. Вот эти все кубики, я уже не буду там на них суперподробно останавливаться. И вот после того, как у нас все приехало, у нас транзакция, ну, ресурсы блокируются, транзакция отмечается, как успешно выполнены. И вот здесь у нас выполняется вставка, да, вот на шаге commit transaction. Что такое commit transaction для нас? Это просто перекладка фактически выбранного набора данных. Это insert. Insert из рабочей области хранилища, из рабочей области движка в бизнес-область, которая имеет доступ пользователя. Вот это commit транзакции. Rollback транзакции – это просто не insert. Ну, то есть просто мы не вставляем эти данные. Они остаются все, то есть в рабочей области хранилища нам не нужно будет, да, то есть если мы выкачали данные, у нас сломался маппинг, нам не нужно будет заново выкачивать все эти данные. У нас движок увидит, что данные уже лежат в рабочей области. Он подцепит новый маппинг, применит новый маппинг и попробует еще раз вставить. То есть мы нагрузку на сеть здесь таким образом очень прилично снижаем, на самом деле. Ну и все, и на этом завершение. Вот так вот выглядит готовый поток. Вот так вот он бежит. Да, то есть, ну, а, собственно, да, данные-то у нас обновились. Идем сюда, проверяем. Да, 1469. Все, магия случилась, данные приехали. Все, коллеги, вот теоретическая часть и практическая часть готовы. У нас есть 15 минут на вопросы, я вот прямо по таймингу. Только одну секунду, я водички возьму. Да, Аленя, спасибо большое. Ой, спасибо. Да, привет. Слушай, долго рассказывал, поэтому я постарался уже записывать вопрос, которые накопились. Первое, по метаданным. Я правильно понимаю, что у тебя с исходных систем, с точки зрения метаданных, ты загружаешь технический слой. Логический слой у тебя описывается по месту. Вот из того демонстрации, у меня такое сейчас сложилось впечатление, что у тебя одна техническая таблица, это одна логическая сущность. Ну, это в конкретном примере, но это не обязательно так. Да, вот вопрос как раз. Это не обязательно. Нет, 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 такой. Вот еще раз, да, то есть вот этот список, да, то есть того, что мы... А транзакционно тогда, вот сейчас то, что я показывал, демонстрацию, транзакционное закрытие произойдет, когда все сущности логического объекта зайдут. Ну, то есть технические таблицы одной логической сущности в транзакционном единице будут как едины. Да, да, когда у нас, у нас commit зависит не от логической сущности источника, а от логической сущности получателя. То есть когда у нас все обсчитается, например, вот если у нас логическая сущность, то есть это там хаб, и к нему там два сателлита. Вот когда мы все это посчитаем, вот тогда мы коммитом закинем сразу хаб и к нему значение сателлитов. Ну, то есть нам источник, мы просто загружаем, то есть логические сущности источника, маппинг на физику, это у нас разложится в запрос, который выполнится pxf. ну select да он переложится дальше мы работаем внутри хранилища дальше мы вообще забыли про логику на источнике нам уже вообще неважно все может данные получили а комит да то есть и транзакционность они связаны с ресурсом получателя и соответственно там будет комит тогда когда у нас добежит целиком расчет по всем техническим объектам логического объекта на запись следующий вопрос продолжаю тему логической сущности ну и я понимаю так что дальше идет логическая просто проекция на физику конфиденциальность данных вообще доступ к ним ограничения и возможности вообще видеть содержимое то есть если у нас есть поток который идет зарплатная информация понятно что там сотрудники которые обслуживают даже эту систему не должны увидеть данные начальника своего как-то он сильно расстроится значит тут ответ из двух частей ответ часть первая внутри любого инструмента управления метаданными есть ролевка да то есть мы соответственно здесь конфигурируем в зависимости от тегов я не зря упоминал да то есть там вот у нас есть теги которые смысловые да вот на них можно конфигурирует ролевку что условно да то есть у человека у определенной команды ну вот собственно вот они конфиге здесь вот они конфигурации да то есть и вот мы здесь наказываем вот team and user management вот здесь у нас есть команды у команд есть ролевка да то есть и ролевку соответственно мы вот и ролевку соответственно так с control на то есть вот роли политики роли политики привязаны к тегам в том числе на то есть ну или к областям хранилища они видят вот здесь в объекте метаданных только то что им доступны паралевки теперь вопрос да то есть что если они все равно не видят сущности или содержимое они не видят вообще объекты ну как настроим на самом деле да то есть ну можно мы замаскировать на самом деле вопрос про это мне нужно работать с этими данными но мне нельзя видеть содержимое ну сейчас я покажу на самом деле тут проще да то есть когда я добавляю политику вот я здесь указываю на что эта политика добавляется да и вот если я здесь я выбираю табличку на условно он ты был тена ты бог ну вот здесь я ограничиваю вот операция и вот здесь есть вот все на что я могу повесить ограничения и здесь вот они view тест view queries и здесь есть view data view sample data на то есть вот не могу их видеть и соответственно режем эти полномочия так что здесь это вот в ролевке прописывать на уровне ресурса я могу но замаскировать или снизить конфиденциальность данных конечно ну потому что вот возвращаемся чтобы не поднимать самой системы до уровня перс данных например что эта система обрабатывает перс данные хочу на источники сразу зарезать так ну вот здесь я сейчас могу показать только ну вот этот запрос да то есть как в условия до этого типа изменить тип ну через физика options это можно да да то есть там целиком прям запрос переписать ну или соответственно подменить ну в принципе да то есть у нас вот этот запрос он мы увидели да он выполняется просто как есть и здесь указ то есть его можно просто здесь подкрутить view ensuring можно сделать на то есть ну на самом либо у нас еще просто здесь решается созданием юшки да и мы смотрим на табличку исходную а мы смотрим на южку при этом привязывая через вот эти клиенты вот эту табличку и к южке и к табличке 10 там и там видно одна логический объект селектик мы в любом случае будем только в южку а в южке конфиденциальные данные уже обрезаем ресурс я так помню ресурс до называется первый зеленый кубик который собственно вытаскивает данные на он всегда исполняется внутри вашей платформы или это может быть исполнение внутри платформы источника потом поясню есть случаи том сам сапе когда в таблице твой идеальный случай когда-то по айдишки может отслеживать у тебя не породилось нового айдишки новой записи потому что изменилась старая у тебя нет метки времени и забирать данные с уровня таблицы нельзя потому что ты получишь не ту информацию которая в реальности существует то есть то же самое поле в реальности содержит другую информацию чем на уровне особо д вот я могу сделать так чтобы алгоритм экстракции был написан внутри платформы из которой забираешь данные они внутри вашей платформы ну честно с таким запросом ну наверное я я так скажу скорее всего да но здесь именно пописать придется да то есть здесь именно вот там теми права это говорил что ну да 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 может владельцам систем да да то есть как бы но здесь просто вот там юни провайдер не подойдет надо здесь свой провайдер нужно будет писать да мы кстати думали про саповский провайдер но пока вот не дошли руки я уже хотел показать но так хорошо ну и чтобы остальное оставить время задам короткий вопрос а так как я понимаю метаданные у вас строится на дат каталоге есть от вас поставка индустриально готовых дат каталогов нет мы работаем над этим да то есть ну как бы честно с этим индустриальными каталогами мы и в сасе да то есть ну как в сасе у нас был например там сас форбэнкинг сас форитейл вот да то есть но это больше логическая модель да то есть тоже вот тарадатовская команду нас сидит а то есть них там тоже торга таски есть dds вот но вот именно вот индустриальная каталоги как не очень заходят до то есть у всех всех говорят что они там все свое да то есть поэтому у нас есть там примеры да то есть индустриального каталога для нефтегаза например нас хотят там базовые сущности но от него толку не очень много поэтому ну я отвечу нет на на самом деле наработки есть просто моих нет особого спроса так сказать банки и нефтегаз upstream коллеги еще вопросы за когда у меня будет парочка вопросов еще от интеграции данных там сильно далек но все же поэтому не вопрос такие самые самые общие скажи пожалуйста вот это решение вы сейчас запаковали и ману доступно рынку так коммерческий продукт мы ну а ну как есть зарегистрированные на ма составе других продуктов нашего холдинга вот отдельно да то есть ну как бы именно там лицензия пойти сейчас купить будет проблематично но да на рынок она доступна и если кого-то есть там интерес мы готовы это все быстренько прокрутить то есть зарегистрированные на май есть если об ответ на это если на сайте готовый прайсинг нет нету понятно и вот если проводить аналогии да обычно так проще всего понять класс средств и позиционирование какие иностранные решения ты упорную форматику еще что-то можно привести в качестве система аналогом который вы являетесь не не тут на самом деле как у нас ну очень большие наработки да то есть если вот сасовским стеком работали да то есть вот комбинация сас егэ плюс с бедем вот это наверное ближе всего а то есть вот если сасовскую линейку брать да то вот из таких вот крупных вендорских self-service интеграция которая опирается на каталог и формализованный качество данных контроля вот у саса сейчас новая платформа я уже не успел ее там нормально пощупать ее актуальную версию со своя вот в принципе да то есть коллеги в принципе ну и должны прийти к такому решению через там определенное время у них там в ротмапе 28 год был что-то такое когда это будет полноценная интеграция да и задач с дэшным описанием так что вот из старых линейк это вот егэ плюс enterprise гайд плюс бизнес это network а из новой ли линейки этого 2 и 4 там должно появиться все понятно спасибо так еще вопрос с галерки покажу добрый день я может прослушал а вот источники xl файлов из базы данных какие получатели от трансформации так чё сейчас есть юни провайдер это базы на то есть главное чтобы они поддерживали чтобы ими к ним можно было цепануться если у нас пиксы в топе xf нам профилем если это spark то соответственно был спарковский коннектор и чтобы они поддерживали dbt на то есть это вот юни провайдером можно файлы excel нет но csv паркета да это файловым провайдером а коллеги еще вопросы лёня мне кажется настала пора выбирать владельца рюкзака и первый захватил микрофон навалил вопросами туда стратегия а к а а а Продолжение следует...